всем привет сегодня будем готовить мою фирменную аджику которую я закрываю из года в год в больших количествах и все равно до окончания зимы не хватает ее можно кушать даже просто с хлебом очень вкусно попробуйте и убедитесь сами для приготовления нам понадобятся помидоры перец болгарский морковка чеснок острый перчик кислые яблоки подсолнечное масло соль и сахар точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео первым делом нам надо перемолоть на мясорубку помидоры морковку и яблоки для этого мы сейчас немножко подготовим овощи яблоки чтобы они хорошо уходили на мясорубку помидоры нарезаем дольками удаляем вот эту зеленую часть так поступаем со всеми помидорами перерезаем удаляем зеленую часть и режем на дольки также режем яблоки у меня не очень большие разрезаю на 4 части и удаляю семянную коробочку так дальше пока почистим все яблочки так я буду чистить все яблоки сейчас покажу еще морковку просто берем морковку и нарезаем произвольными кусочками главное чтобы они хорошо влазили мясорубку убираем так и сейчас порежу все овощи все яблоки и будем дальше продолжать помидоры морковка и яблоки у нас подготовлены теперь будем пропускать их через мясорубку с мелкой решеткой берем сразу миску которой будем варить загружаем поочередную мясорубку помидоры морковку и яблоки помидоры морковку и яблоки мы перемололи уже больше пока сюда ничего добавлять не надо перемешиваем и отправляем на плиту пусть закипит огонь можно сначала сделать сильный пусть закипает побыстрее и за это время пока она будет нагреваться и закипать массу время от времени перемешиваем как только содержимое миски закипит убавляем огонь перемешиваем засекаем время и варим на медленном огне ровно два часа не забываем при этом мешать время от времени чтобы масса не пригорела пока помидоры варятся займемся болгарским перцем разрезаем его и удаляем середину затем измельчаем на небольшие кусочки чтобы они тоже хорошо помещались мясорубку перчик порезали теперь будем пропускать его через мясорубку решетка остается такая же мелкая как было на помидоры яблоки и морковку перемолотый перчик отставляем пока в сторонку дожидаться своего часа также можно заняться стерилизацией банок и крышек банки переворачиваем на решетку вверх дном и оставляем в духовке минут на 7-8 при температуре 100 градусов крышки помещаем в какую-нибудь миску и заливаем крутым кипятком оставляем в таком состоянии на 3-4 минуты затем достаем крышки из воды и выкладываем на какое-нибудь полотенечко или салфетку чтобы дать полностью водички стечь на момент закрывания крышки должны быть полностью сухими прошло два часа добавляем соль сахар подсолнечное масло болгарский перец перемешиваем доводим до кипения и варим еще 20 минут периодически помешиваю тем временем перемалываем на все той же мясорубке чеснок и острый перчик спустя 20 минут добавляем чеснок и острый перчик перемешиваем и варим все вместе еще 10 минут готовую отживку разливаем по стерильным баночкам накрываем крышками и закатываем закатанные банки переворачиваем вверх дном смотрим чтобы не протекала нигде и так дальше наливаем во все баночки аджика должна быть обязательно горячей можно даже не снимать ее с плиты аджику перемешиваем чтобы все было однородно когда заливаем и заливать старайтесь до самых краешков банки чтобы между аджикой и крышкой не было воздуха из указанного количества продуктов получается 6 пол литровых баночек вот и все вкуснейшая домашняя аджика на зиму готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал